Это будет веселая игра, дорогие друзья! Добрый вечер! Это будет веселая игра. Тяжелый сегодня был день. Драки с Клокейн. И, наконец-то, спокойно. Не, главное, чтобы на поле было весело, правильно? Ну, я имею в виду. Халы, интрига. Так. А кто играет? Ага, талисман Растафари. Ну, давай, голосим о склады. Раді вітати вас на передостанньому матче туру вищої ліги чемпионата Киева в девятку. В вашей увазе пропонується матч між командами «Талисман» та «Растафарі». До вашої уваги стартові склади команд. Номинальні гості «Растафарі». 71 номер В'ячеслав Кобець, 17-й Андрій Бойко, 47-й Єгор Карасюк, під першим номером грає Євгеній Максименко, 13-й Іван Мелещенко, 88-й Костянтин Таранов, 77-й Костянтин Таранов, 10-й Павло Цапук, 7-й Владислав Цапук і 22-й Несподіванка Марко Цапук. Без номера грає Віталій Кужелюк, 13-й номер Віталій Мармизов, 18-й Ігор Горбач, перший Станіслав Барвінський, 22-й Артем Вусатюк, 21-й Роман Закалюжний, 7-й Сергій Зубарєв, 11-й В'ячеслав Калита, 25-й Сергій Охрименко, 17-й Максим Стрельченко та 88-й Андрій Шостак. Приємного перегляду! Ну і вот стартовий свісток. Сразу скажу, недоволен я тем, що Японія Сенегал 1-1, потрібна победа Сенегала. Ми будемо сообщати для всіх присутніших, як там на Чемпіонаті Міра, у нас буде менятися обстановка. Ну що Растафари, спроївати ви. А я скажу, в прошлом турі я комментировав, зустрічі з Ольдорадо, да, проіграли 0-3, але впечатлений оставили приєтне. Харшо команда зіграла. Ну, хтось скажу, як-то хорошо команда зіграла, коли 0-3 проіграла. Харшо, грамотно в оборонці, старались, ребята. Ти ж відео? Угу. Му гукаєт мій оператор. Давай-давай, Роман Закалюжний! Ну, в смысле, соглашається. Так, второй аут подряд. Охрименко бьет, Максименко переводить мяч на угловой. В турнірной таблиці разные задачи решают команды. Гол! Гол! На першій минуці. Сергій Охрименко – талисман. Сергій Охрименко. Сергій Охрименко. Активній і відчутся нацелений на атаку. Бігається, бігається! А почему з двох сторон двояке впечатління? Ну, тому що про ворону треба не забувати сцепи. Все називається, не срыватися. Звучить. Я вийшов. Я вийшов. Я вийшов. Я вийшов. Я вийшов. Играть надежно у своїх ворот. Владислав Цапук. Здесь мяч перенимає. Я вийшов. Я вийшов. Я звернула, що звернулася. Звучить. Звучить. Мосьй момент. Нيща. Нища. Звучить. Ніща. Щоє ліща. Уже. Рома, вийшов. Ни туда, Ромчик. Ни туда! Ниِّжа! Влийшов. Навалю, вийшов. Марк Цапук. О, остановился назад, грамотно сыграл, Владислав Цапуг набирает скорость, есть же слева предложение, но куда побежал, вот куда побежал? Еще одна атака Растафари, Павел Цапуг пробивает, 1-1! 1-1, у нас становится счет, ну и к новостям, новостям, трансферная бомба грянула на этой неделе, Андрей Лунин из Луганской Зари подписал контракт с мадридским Реалом. Звонил мне Юра Вернидуба, говорит, где деньги? Я по карточку Приватбанка в Сум банкоматом 0-0! 9 миллионов евро на карточку Приватбанка, Реал перечислил сразу Зари, еще 4-5 по моей информации в качестве бонусов получит Луганский клуб. Не, все четко, 14-15 миллионов в итоге Заря получит. У Юрия Васильевича другая информация, но я не знаю каким образом он замешан в этом трансфере, но не удивлюсь если замешан. Отложенный фолк! Отложенный фолк! Астротский! Играет назад! И на этом закончилась у нас атака Растафари, но тут же вновь поклонники Боба Марли оказались первыми на подборе. Фавел Сафуксный еще не играет. Нарушили правила против 77 номера. Так вот, если Лунин сыграет определенное количество матчей, то получит 15 миллионов Заря и Андрей Лунин станет самым дорогим игроком, самым дорогим вратарем в истории Реала. Дороже они не платили. Кейлор Навас обошелся что-то в 12 миллионов около того. Вот мяч из-за боковой. И потеря. Болельщики мадридского супер-клуба уже шутят про то, что Лунин-Ленин. Подобные шутки встречал я на комментариях к испанской Марке. Ну Марка имеется ввиду газета. Нарушение правил. На линию. От центрального круга стандарт Растафари разыграли. Паранов. Ну что за ошибка на ровном месте. Приходится Максименко здесь чудеса чтения игры и вратарского искусства демонстрировать. Требуют игроки талисмана желтую. А желтая сейчас в дефиците. Пойди найди желтую за 350. Днем с огнем не сыщешь. Раньше помню, захочешь и говоришь мне за 350. Хорошую. А сейчас она гривен 80 стоит. Выдохнули. Пацаны на свою. Не надо. Почему выиграли? Бутылка. Хорошая. А ты сегодня? Нет, сегодня пока нет. Ну вот. Готовы. Давай встречай. Давай встречай. Давай встречай. Дай. 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 До дня независимости. Устал есть мент. Нет. Удивлю. 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 Я ж не могу. Если скажу, то не будет сюрприз. А так внезапно придете. И такие грустные войдя. Они тут. Оп. Троцкий. А вы скажете. Ооо. Не ожидали. А так как? Не будет еще сюрприза. И за боковой мяч в игру Растафари введут. Таранов передача в центр. Но до удара дело не дошло. Аккуратнее здесь надо. Нормально. У нас аж затряслась комментаторская позиция. До конца. До конца. Да. Отгоня. Три. Спина дальняя. Семь. Ниже, ниже Рома. Сделайте первый угол. Рома. 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 Напрашивается. Может быть чуть ранее. Надо было отдавать. И что в итоге. А в итоге. Съели там. Выражаясь футбольным языком. Растафари своего соперника. И неплохая атака. Павел Цапуг. Передача направо. Надали уже штангу. Отдай. Кричат болельщики. Выход 1-1. И два штанга. Выручает здесь Растафари. Залиховатска у нас игра. Ну как я и ожидал. Таранов. Передача направо. И Талисман себе мяч отвоевывает. Но переход Андрея Лунина в Реал это не одна новая новость. Бомба. На этой неделе. Фабрицио Раванелли. Экс игрок туринского Ювентуса. Человек который как поговаривают придумал праздновать гол. Надевая. Надевая майку на голову. Стал главным тренером Киевского Арсенала. Таранов. Всю жизнь он был седым. Сколько я его помню. А помню я его вот с таких. Интересное назначение. Что сказать. Привлечет внимание к украинскому чемпионату. Паша выше. Паша выше. Зубарев у нас с мячом. Неточная передача. Внимательно. Пошел вперед Кужелюк. Его обокрали. Набирает скорость Павел Сабук. Набрал фланги. Таранов. Праллельным курсом. Таранов. Праллельным курсом. Гол. Константин Таранов. 1-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. А когда Павел Сабук занялся? Ты не помнишь там Крисеев? Точно. Стоим. 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 Вот и тут. 1-2. Треть. Ну и это еще не все новости. 2-1. У нас Растафари выходит вперед. Значит. Считай. Считай. И побежал. Вот так. Дай-ка. Аккуратно. Футбольный клуб Полтава. Здесь нарушение правил. Футбольный клуб Полтава снялся с соревнований под названием Украинская премьер-лига. Одиозный президент. А что премьер-лига? Вообще, в принципе, да. Уже нигде не будет. Он хотел играть в лучшую лигу только на своем стадионе. Ему сказали до свидания. Распустил команду. Раздал всем трудовые книжки. И по ветру пошла команда. По миру. До свидания украинского футбола. Буду азербайджанским заниматься. Но про азербайджанский это я уже придумал. И встал вопрос. Кто заменит Полтаву? Первым делом предложили одесскому Черноморцу. Ай-яй-яй-яй. Но, насколько я знаю, Юрий Васильевич Буренко был крайне заинтересован, чтобы Черноморец выступал в первой лиге. И поэтому отказали тут же, тут же отказали. Черноморец говорит, нет, только первая лига и все. Предложили зирке. Первый раз. Зирка вроде как согласна. Ну а тоже урезали бюджетом два раза. Уже подготовились под первую лигу. Все, время еще. Время. Перерыв? Да. А что там минут 10, да? Срать. Ушел! Вы играли не всем, а 12. Всем осталось. 7 минуты осталось. Удар Зубарева блокирован. И так вот, я хочу, чтобы в украинской премьер-лиге играл Ингулец. Ингулец. Самое верное решение. К-президент с деньгами. Ингулец имеет базу, правильно? Строит стадион Ингулец. Ингулец. И даже есть кричалка у болельщиков. Ингулец. И дальше знаете. Вы рифмы. Вот такая команда Ингулец. А у нас 1-2. Талисман прервит. Как так? Талисману-то выигрывать надо. Какого класса в первом уровне в первом море? Давай, давай. А по стыкам. Черноморец и Зирка. Зирка заняла высшим местом в премьер-лиге. Ну, это ж... После того, как БР стала в Кальвовом, я уже ничему не удивлюсь. Не удивляюсь, точнее сказать. Ау! 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 Давайте взглянем в турнирную таблицу высшей лиги. Что мы видим? Талисман 14 очков. 14 у Вулс. 12 у Плейтека. 11 у Трои, которая сегодня победила. 9 у Фторис. Плюс. Если Талисман проиграет, то рискует в первую шестерку не попасть. Растафари-то. Гори оно огнем. Последнее место. 5 очков. Но у Талисмана победа Крофвизнесу надо. Не, но гори оно огнем. Это с точки зрения турнирного положения Растафари-то бьются за каждую победу. Марк Цапог у нас и за боковой тем временем вводит мяч. Владислав Цапог, Влад, Владик, Влад, Дуня. Ошибка. Ну, здесь борьба на грани фола. Придержалка уже соперника. Может быть отложен и зафиксирован, но... Вдуар, блестящий сейф Максименко. Но я не договорил, но с 9 дней. Я же хотел продолжить, но с 9 дней. Все, 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 хорош. Ты такое не говори. Ужал, ужал вас. Профессионная у нас бригада арбитров. Сегодня днем, конечно, довелось столкнуться с парочкой спорных эпизодов, но эта бригада уж вас не подведет. Лише, блише, блише. Третьего бегает. Дави, дави, дави. 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 Это тяжелый грош, что ты... И атака Растафари не прошла до передачи. Зубарев, Зубарев направо. Вдвоем они там пытаются что-то придумать, почему все остальные сзади стоят, где поддержка. А все, все, все. Зуб, аккуратней. Вот мяч из-за боковой. Кужелек пробивает Максименко легко мяч. Забирает. Так вот, с этой судейской бригадой знаком я не понаслышке. Знаю о их профессионализме. Блестяще. Например, арбитр на дальней бровке может заметить нарушение правил на стадионе Лобановского, находясь в девятку аренду. И зафиксировать там нарушение правил. Поэтому здесь вопрос даже не стоит подобным образом. Максименко далеко к другу. Главное, видит хорошо, слышите, да. Зубарев назад. Кужелек. И перехват Павел Цабук доберет скорую сторону про инкурсант. Но там Зубарев в обороне показывает. Показывают же вратарю, что я Зубарев чуть мяч не потерял. Талисману в простой ситуации. Таранов направо. Аут. Зарабатывает для своей команды. Егор Карасюк и получает он повреждение. Тёма, две с половиной минуты осталось. Зуб, Лена, Зуб. Иди сюда. Но пока у нас пауза в игре. Поделюсь с вами одним инсайдом. Касательно сборной Аргентины. Игроки определят состав команды на следующий матч. Сам Паули отстранён. Месси будет назначать состав вместе с Хавьером Маскерано. Вот такие слухи доносятся из состава. Сборная Аргентины. Ну тот жёлтый. Кому? Сорок седьмому? Который кричит? А за что? Егор Карасюк с жёлтой карточкой получает. За оскорбление рефери. И мой Карасюк уже автокарту. Давай право. Ром! Нашли, нашли, нашли! Побегаем, побегаем на мяч! Ребятки, внимательно! Ниже, ниже, ниже! Давай, давай, давай! Пробуй! Жмок! Подходит у нас к концу первый тайм. Не лети его. Ну и что? Фелик, Фелик, Фелик! Фелик, Фелик! Флак, мой за спиной! Опасный момент! Удар! Покинул мяч, переделый поле угловой. Отворот! Кричу уже я. Не слышу от игроки Растафари. И тайм-аут. Рома, иди сюда! Вы, Закай! Вы, Закай! Вы, Закай! Не цепляйся, Рома! Не цепляйся! Понял? Я не знаю, почему ты. Не цепляйся. Я, в одну, ты в другую. Бараш! Я не знаю, что есть! Ну, дай ну, нахуй! Ну, а вы, чего, нахуй! Я не знаю, почему ты. Вы, Закай, что ли? Ваши, во! Да потому, что, ибать! Все тоже с тобой, тюшка! Слушаю я тренера Растафари. У меня был педагог-организатор. Замечательная женщина Елена Станиславовна. Вот по интонации прям как тренер Растафари. Что-то схожее есть. Такой педагогический. Педагогичный. Как? Педагогичный. Педагогичный? А педагогический нет такого слова? Полторы минуты. Педагогичный тон, да. Вернулись у нас команды на поле. Последняя минута первого тайма. Ну давайте проведем в спокойной манере. Сзади Станиславовна вот так ошибается. Подводит команду и гол. Роман Закалюжный. 2-2. На чем это значился Роман Закалюжный? 2-2. На ровном месте себе проблемы придумали Растафари. Глупейший гол, конечно. Я смотрю, Растафари меньше стало. Ушел и Егор Карасюк, за ним ушел и Владислав Цапуп. А куда они все пошли? Здесь нарушают правила Кременко. Это четвертое нарушение правил по себе талисмана. Рома, внимательно с ним. Четвертый. Третий или четвертый? Да ну не суть последней атакой. Я не думаю, что Вафала здесь в одной атаке будет. Успеть бы нанести удар поворотом. Растафари. Ну и все-таки оставить эту задачу уже на второй тайм. Давай, давай, давай. Вот царапывает наш парк. Цапуп для своей команды. Не было нарушения правил. Таранов. Назад. И звучит листов. Перерыв. Первый тайм. Давай музло. А, не работает, да? Сейчас будет. А ты знаешь, как починить? Да выключили. Ну все, не надо. Все-все-все, убрали, убрали. Там микрофон. А что оно шипит? Выключи, чтоб не шипело. Саня, покричуй Влада сюда. Он там сидит, морозик. Покричуй, а я сюда пойду. Саня, будешь сказать, я хочу выключи, скрихай, бляйся. Саня, давай, 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 давай. Не, 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 а уйди от меня нахуй, я остыл уже. Играй в футбол, блядь. Ты дебил, играй в футбол везде после игры, понял что? Ты в команду поставляешь. Да, это он поставляешь. Вы, блядь, за пьяного гульта какого-то, сука, больше, чем за того, блядь, за своего силота. С вами ясно. Ты что, всталю? Ты с ума сошел? Я вас прошу, успокойтесь. Я что, не могу поговорить со своей командой или что? Ты можешь поговорить. Ты можешь поговорить. Да сидя, можно мы с нами разговарим с ним? Все, спасибо. Все, играй по голове. Ты что, не сиди, не играй? В смысле? Иди ты играть, все, успокойся. Закрый свой рот. Закрый свой рот. Давай, давай, 3-4. Что выходит? Закрый свой рот. Если бы новую чуть не сломали... Да, вы что, вынимайте. Давай, ты последний, я забрал. Прошу, спокойно. Один раз можно, помню. Катаем, катаем, катаем. Начался у нас второй тайм. Напомню, счет ничейный 2-2. Помнится! Сохранить! 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 Давай, Борис, не пугай! Вернулся... Харасюк. Влада Цапука пока я не вижу. Перебеги! Где? Ага, вот и он. Вот и он, вот и он. Владослав Цапук. Таранов, передач на лево. Павел Цапук. Направо блестящий перевод. Марк на дальнюю! Как по нотам, как оркестр здесь было разыграно. Ну, чуточку самую малость не точная не удалось там на дальнюю штанге. Замкнуть эту передачу. А Крин последний! Погодь, погодь! Сцепляемся, отцепляемся! Дорой-юй-юй, Максименко! Ура! Чуть было курьезный мяч. Галкипер Растафари не пропустил. Лево-лево-лево! Рома, Кроз, здорово! Давайте, удачи! Снимай, Рома, высотай! Да, центр. Давай-давай! Ставь! Давай-давай-давай! Ставь! Сцепь! Сцепь! Давай-давай! Внимательно! Все, стоим пусть я! Марк, лучше, лучше, Иван! В атаке талисман, прострел. Марк Сокуп на пути мяча оказывается здорово. Пас из обороны выходит Растафари. А вот свою атаку бы организовать. А вот пока зарабатывают номинальные гости. Аккуратно Таранов играет. Отпускает мяч за боковую линию. 77-й номер. Удар! Здорово! 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 Максима Стрельченко. Лево-ниже! Здорово! И он же здесь в обороне здорово играет. Маш, ходи, ходи, ходи! Как он успел вообще вернуться? Удиви, удиви, кто ты собрал! Устав, устав, устав! Забирай справа! Уходим, раз! Забрал, стоп! Играй! Доща! В атаке Растафари Таранов гиёт! Удивай! 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 Все, ниже, ниже, сядь! Я заберу, заберу, высшую. Блин, Марк низко, сядь! Ниже, ниже! Давай! Блинной! Блинной пошёл! В атаке Талисман. Борьба, перевод на скринченко. Здорово. Тут может пробить, но решил сделать передачу. И правильно решил 17-й номер. Марк цапуг назад. И выносится мяч. Марк, выше, возьми игрока, пожалуйста! Мне нельзя! Ниже сядь, и всё! Что вы бегаете с ними? Спокойно, спокойно! Ромчик, аккуратно! Сюда, сюда, сюда! Нарушение правил зафиксировал арбитр. А я напоминаю, что генеральный партнёр чемпионата в девятку компания Европав. Это футбольная экипировка по доступным ценам. А для всех участников нашего турнира действует специальное предложение, узнать о котором вы можете организатором чемпионатов в ваших городах. У нас здесь зажигаются эмоции. Жёлтую карточку получает Марк Цапуг и... И кто что? Сейчас я выясню. Я сейчас выясню. Так, Марк Цапуг. Стрель, бой! А кто у вас, кто получил фамилию? И Вячеслав Калита. И Вячеслав Калита. Вау! Забивает Растафари. Вячеслав Калита. Давай, я центр мяч. Попажешь Сапуг? Да, по-моему. Да? Мячей? Только тихо, чтобы оно не гу... Не это самое. Мячем, значит, это Павло Цапуг. Рахунок 3-2 на коры с Растафари. А? Мелещенко? А, всё, всё. Гол Мелещенко? А, да. Ну ничего. Вибачьте, Мелещенко. Вибачьте, Мелещенко. Вибачьте, Мелещенко. Вибачьте, Мелещенко. Так, и жёлтую карточку ещё получает Андрей Бойко. 17-й. Андрей Бойко. Андрей Бойко, жёлтая карточка. Передайте мне, отмей, тоже. У нас 4 жёлтые карточки всего. Одна у Талисмана и 3 у Растафари. Рома забрал мяч! Дави, дави, дави! Еще одно нарушение правил. Распалились у нас команды. Жёлтую за улыбку даёт. Но он страшный мяч, чтобы он опоздал. Ну, чтобы ломать ноги, тоже обижал. И так опасный штрафной талисман исполни. Кужелёк под удар, удар, рикошет угловой. Нужна победа Талисману. Команда вступает. Еще там 2-3 напомню. Таранова вставит корпус и уходит. От двух соперников Таранова передача налево. Пытался там въеб... Как это сказать? Отличится Владиславу Цапугу вот такую эффектную передачу отдать. Пусть так ехать. Но я над адресата не дошла. Очень импульсивная команда Растафари. Жажда к победе застилает глаза. Должна быть жажда к победе, но она у них прям на пике или на грани того направо. Жихта Ранов не увидел подключение Андрея Бойка. Ответ талисмана. Удар Максименко перед собой отбивает. И цапук Владислав гасит этот пожар, вынося мяч за боковую линию. За лицевую на угловой быстро корнер разыгран. Удар в дальний угол. Самую малость, не точно. Мяч проходит. Титульный партнер чемпионата в девятку. Компания «Фаворит Спорт». Ставки на спорт – это «Фаворит Спорт». «Фаворит Спорт», «Фаворит Спорт», «Фаворит Спорт». «Фаворит Спорт», «Фаворит Спорт». Талисмана в чужой половине поля. Удар в ближний угол не точно. Продолжают контролировать мяч Белосини, Растафари решили играть по счету от обороны, искать своего счастья в контратаках. Есть у них опыт. Говорил я в предыдущем репортаже, когда Сальдорадо и Растафари играют, что если они будут играть так организованно Сальдорадо с другим соперником, то результат не заставит себя ждать, потому что в атаке они свою забьют. В атаке они свою сегодня забили три гола. Желательно бы для поклонников Растафари, чтобы команда в четвертый раз отличилась, потому что преимущество в один мяч, оно шаткое. Девушки, давай, давай! Дави, дави, дави! Страхуйся, я после тебя бою! Долго делаешь?! Ця пух на Таранова, тут в оборудовании двух соперников, и нарушают правила против 77-го номера. Все бля свистеть, когда только на тип, но уже свистил! И недоволен Кужелеву, потому что они сули. Выше, выше, выше. О, смотри, давай! Не пускай, слушай, ты в центр! Не пускай! Ух! 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 Не знал я, что Марк Цапук может так кричать. Шире, шире! Третий! Ух! 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 Не пробивает седьмой номер. У контратака у Растафари здесь не получится. Четвертое преимущество было у обороняющейся стороны. Мы... Играй сразу! Сразу играй! Ты нас, смотри! Владислав Цапук получает мяч и надалью! Зачем ты притормозил? Влад! Быстрее нужно было здесь решение принять. Контрратака. Талисмана Зубарев наберет скорость. Зубарев, Зубарев направо. Переводка летает. Цапук прав, как правило. Владислав играет. Сначала Цапука, потом добавляю имя. Потому что вспоминаю, что ни один, ни два. На футбольном поле. На футбольном поле. Здесь лучше? Давай! Пояс, на нашем смене! Да, да, да! Давай, Костян, до конца! Давай, Вайо! Корпус хороший! Ну, давайте, друзья, хотите прогноз на оставшееся время? Прогнозирую красную карточку. Дави, дави, дави! Вы втроем. Здорово! Бросай! Бросай! Даранов ошибается. Зубарев один в один. Не обыграл соперника, отбросил Павлов Цапука. Эмоции высказывает седьмой номер. На центов, на центов! На центов! Не палим, ребята! Не палим! Здесь косовый фигня! Давай! Давай, не пах! Давай, не пах! Часто в Растафаре красные карточки получают. В восьмом туре, в шестом Павел Сокок удалялся. Ну, часто. Последних четырех туров получилось. Последних трех. Это десятки. Через игру. Убарев остановил мяч. Тут же сыграл на Кужелюка. Тут направо. Калита, калита, калита. И неправ. По четыре фола. Неправ здесь Павел Цапук. Стопы становятся критичные. По четыре фола. Прогнозирую я и десятиметровый. Если такая грицепьянка и дальше продолжится. Правда, так я не знаю в какую сторону. Зуб ближе, блядь. Зуб ближе к воротам. Сюда, блядь. Стои, стои к стенке. Так, внимание, калита бьет. Максименко этот удар соперник отражает. Ближе к мячу подходи, пожалуйста. Блядь. Сколько там осталось? Семь. Семь минут до финального свистка. Зубарев вообще не в ту сторону. Мяч развернул. Должен был отправлять его в ворота. А сел на него вместо этого. Проехал где-то. Уживенит игрока особо. Но, конечно, досадный должен быть поклонником. Семь минут у нас остается до окончания встречи. Игроков разобрали. Стрельченко направо. Дави, 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 дави. Дави, дави, дави. Стрельченко, Хрименко. Зубарев бьет. Там голкипер на чеку. Играй, играй. Играй, играй вместе. Оттеснили там Харасюка. Борьба. Можно продолжать встречу с Зубарев. Стрельченко. Хрименко нарастает давление. Удар блокирован. Подбор вновь за талисмана. Растафари расправляют крылья контратаки. Ошибается. Карасюк. Передача вперед. И толкает 47-й номер Зубарева. Пять командных фолов. Хрименко не смирает. Застав парень. За работой, блядь. Ливись, ливись, ливись. Куда? 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 Все шаг, Сань. Играй, все шаг. Стрельченко. Передача налево. Удар. Мимо. Давай, давай, давай. У нас тайм-аут минутный перерыв. Удар. 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 Пять секунд. Удар. Удар. А вы же один здесь, два там стоите. Сохраните, не экспериментируйте. Возобновился у нас поединок. Четыре минуты остается до финального свистка, чуть больше. 3-2 по-прежнему раскопали впереди. Пятый фол! И 5 фолов! И у талисмана. Зреет 10-метровый. Марцакук. Ну что это за передача? Ахрименко. Хорошая передача. Ну а дальше-то что? Ахрименко ставит корпус. Прошу прощения, Ахрименко вот он. Ничего не ставит пока. Удар. А кто в дальнюю пойдет замыкать? Раз. Центр, принимай центр. Лево ушел. Далее заброс. Борьба за мяч. Переведи, переведи. Ниже, ниже лап. Последний филочек. Фарф. 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 Ушел. Фарф. Пацаны, выйди. Выйди кто-сюди. Фарф. Фарф. Марк Цакук срочно понадобился на соседнем поле. Фарф. 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 Владислав Цакук за боковую линию выносит. Синегал. Фарф. 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 Прошу прощения, друзья. Фарф. Таранов. Я напомню, что нельзя фалить ни тем, ни другим. Это будет 10-метровый. Передача направо. Стрельченко. Стрельченко под удар. А где удар? Лишняя была эта передача. Дали все удары. Я думал удар, а удара не было. Владислав Цапуг назад. Растафари здесь особо-то форсировать события ни к чему. Последние секунды, минута с небольшим, наверное, остается. Идет команда Ватаку. Павел Цапуг в дальний угол. Горбач мяч на уголок переводит. Костя, кумана, зубы. Расстрела нет. Даже удар. И выход один на один талисмана. Максименко спасает свою команду. Да, ну тут, конечно, сами на себя могут талисман пенять. Ну как? Ну шо? Три минуты. Три минуты еще? Я думал одна, еще три минуты. Дави, Дави, Дави. Почему? Ну такая победа-то нужна. Забей в том моменте и борись за победу. Кто играть будет? Ближе к нему, ближе к нему. Да, Комар сел на планшет и я его убил. Тамар сел на планшет, говорю, я его убил. Тамар сел на планшет, говорю, я его убил. Тамар сел на планшет, говорю, я его убил. Выбивает нас Владислав Цапуг. А у нас микрофоном еще не работает? А ну микрофон. Синегал выходит вперед в матче с Японией. 2-1. И это было ожидаемо. Возвращается у нас команда на поле после таймаута. И на игру в 5 полевых. Так, переходит Талисман. Я напомню, что еще по 5 фоллов у команд. На всякий раз, на всякий случай напомню. Если бы кто забыл, Горбач! Забьет 18-й номер гол. Вот он на дальней штанге просят мяч, но его не видят. Горбач в центр уже уходят. Ворота пустые. Ну, здесь как хоккей. Ростоварий сейчас шайбы пустые забьет. И все. Но пока... Талисмас, ну чем на чужой половине. Удар, рикошет. Максименко мяч отражает. Удар и... Мимо, 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 мимо. Не попадает Константин Каранов в цель. Владислав Ксапу капеллирует к арбитру, но... Девять дней. Фельченко направо. Аут для Талисмана. Сколько остается? Минута. Горбач. Направо. Стрельченко. Вперед налево. Калита. Горбач. И угловой. Нет. Угловой же мяч. Отворот. А угловой? Какой же? Угловой или отворот? Ну показал же. Отворот. Вот это да. А что время будет останавливать, Рэй? Время не останавливает. Максименко далее. Калику вперед. Мяч снова у Талисмана. Кременко. 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 Налево. Калита уходит в центр. И... А там Горбач. Я хотел сказать пустые ворота. Одна из последних атак Талисмана. Передача на дальнюю. Отбивается здесь Растафари. Десять секунд. Десять секунд. Нужен удар. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Все. Дайте вот сделать. Уже было время. Со счетом 3-2. Обыгрывает Растафари Талисман. Для вас этот поединок комментировал Игорь Коловей. Всего доброго. До новых встреч. Пока.